Уже четвертый год подряд поклонники современной хореографии имеют отличную возможность окунуться в завораживающую атмосферу танца, насладиться грацией исполнителей и прочувствовать их самые сокровенные переживания. И все это благодаря конкурсу-фестивалю «Новые леса». Порадовало то, что в первую очередь до сих пор в людях, которые делают этот фестиваль, есть вот этот энтузиазм, который был в Театре танца «Визави», который этот фестиваль начинали. Вот это самое главное, я считаю. Без энтузиазма и веры в это дело, никакой патронаж, никакая помощь со стороны кого-то не помогут расти фестиваль и не заставят людей, которые на него приезжают, в него верить. А люди в него верят до сих пор. И это самое главное. География фестиваля заметно расширяется. В этом году среди участников есть и представители из Минска. Отличительной особенностью «Лесы» является то, что помимо профессионалов в конкурсной программе принимают участие и университетские коллективы. Меня очень радует, что здесь именно вот этот сегмент, который студенческий, вот этот возраст, не упускайте его, то есть не съезжайте в детский танец, ну прям вот мое пожелание, прям вот этот сегмент удерживайте, потому что он так как делен, мне кажется, по России, я вот не знаю, я не знаю фестивалей, где так относятся к этому возрасту. Вот то есть, когда его приглашают, интересуются им. С каждым годом фестиваль развивается. Причем не только в техническом исполнении, но и в сценическом оснащении. Мы пришли, чтобы посмотреть новое направление в танцах. И это объединяет нас. Мы всегда смотрим. Я лично всегда смотрю. Все новое и все, зачем я буду время пропускать. Я хочу видеть, что происходит. Это же не только происходит в городе, но это же со всей России сюда приехали танцоры. А везде у нас рождаются таланты, и все это очень интересно, на мой взгляд. Новую лесу можно поистине назвать конкурсом из разряда «Кот в мешке». Никогда не знаешь, будут ли открытия и что получится в итоге. Но главное то, что было сделано давно, сохранилось и продолжает развиваться. И вероятно, что свой пятилетний рубеж конкурс сможет перешагнуть в новом международном статусе. Субтитры подогнал «Симон»!